Гаити, Гаити, нас и здесь неплохо кормят. День воскресный, день чудесный. Друзья, всем привет. И прямо сейчас у нас выпуск о нашей жизни, где главным героем сегодня буду я. Все те, кто давно подписан на канал, периодически спрашивают, Дмитрий, как там дела у вас с домом? Ты же хотел что-то построить на заднем дворе. Дядя Дима любит вас удивлять. Я люблю так, чтобы было интересно, чтобы было что показать. И сегодня я вам дам развернутый комментарий, поговорим о жизни. Я с вами поделюсь наблюдениями. Посмотрите, раз, два, три. Уже трое, а начинали с одного. Отвечу на вопрос, почему я лично не хочу себе строить дом? Ведь такой вопрос тоже часто задают. Короче, ролик будет душевный, домашний. Всем вам приятного просмотра. Мы начинаем прямо сейчас, потому что нам нет времени размазывать кашу по тарелке. На наш регион надвигается ураган Ваня. Снег все сыпет, сыпет, сыпет. Поэтому без промедления поехали. Одна из причин, по которой многие люди не хотят свой дом, особенно когда они с ней столкнутся вживую. Вот так вот ты проснешься утром, жилищник, жилищник, почему не расчищено? У нас двор засыпло. Так вот сейчас у нас происходит в Москве. Так сейчас происходит, я думаю, по всем городам нашей страны, где, собственно, снежная зима. А здесь все в твоих руках. Не надо никого ни о чем просить. И вперед из песни, как говорится. До этого мы еще дойдем. Значит, друзья, первым делом давайте поговорим о жизни, о бытии. Почему я лично не хочу себе строить дом? Действительно часто пишут в комментарии вопрос. Ну вот смотри, вот он дом. Это как бы родительский дом. А почему ты не хочешь себе построить свой? Максимально внятный ответ. Если у меня был бы отдельный дом, то в свободное время я бы проводил бы, наверное, в нем. На постоянку уезжать, жить в дом я не хочу. Мне больше нравится городская жизнь, мне нравится жить в городе, мне нравится инфраструктура города. Тем более у меня дочь из дома вышла. 30 секунд она в саду, 30 секунд она будет в школе. То есть все в шаговой доступности. Здесь же нужно постоянно пользоваться транспортом. Не только здесь, но в любом доме. Это первое. Второе. У меня очень хорошее отношение с родителями. У моей жены, у дочки. Вот сейчас мы здесь все вместе. И это какое-то будет разделение, в какой дом поехать туда-сюда. Короче, для меня эта вещь ненужная. А построить его так, чтобы он пусть стоит поближе к Москве, ну мало ли, захотелось чисто семьей приехать. За все это дело нужно без конца платить. Дом это вещь не дешевая. Мало того, что либо построи, либо купи, а благоустрой, так еще и содержи. Например, вот мы уезжаем, смотри, сколько снега выпало. Кто его будет чистить? Нужно кого-то нанимать. Плюс бывают такие ситуации, вот даже у нас здесь в округе, у соседа раз баня загорелась. Хорошо мы здесь были, он тут не живет, но мы увидели, потому что какие-то уроды кинули спичку в овраг по весне. Трава горит, потом чуть баня не сгорела. Поэтому подходим ближе, вот автомобиль. Вот здесь с задним приводом, мне вот частенько спрашивают, нахрен тебе задний привод? Сюда я приехал еще норм. Но вот сейчас, глядя на то, сколько снега сыпет, и если это будет продолжаться, а это будет продолжаться в ближайшие несколько дней, вот здесь, да, придется помучиться. Хотя в Москве, в принципе, у меня такого вопроса никак не возникало. Утром проснулся, надо куда-то поехать. Если снегом все засыплено, ну, вышел на метро, поехал, такси вызвал. То есть в этом плане вопросов нет. Но вот это вот все дело расчищать до бесконечности, как говорится, здоровье нужно иметь. Но, но, есть современные хай-тек технологии, так, например, подогревы. Помните, у нас сделан подогрев на брусчатке? Пойдемте, я вам про нее расскажу подробнее. Гоу, 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 гоу! Оператор нервничает. Три здорового халабая, все ее рады видеть, нюхают. А она такая, ну, блин, ну, блин, ну, блин. Значит, смотрите, вся вот эта площадь, я вам даже, возможно, покажу перебивку средних кадров, все здесь сделано с подогревом. И возникает частенько у людей логический вопрос, но есть ли это все сделано с подогревом? Почему вы им не пользуетесь? Смотри, сколько снега, это же чистить надо. Ответ максимально прост. Подогрев нужен, когда начинаются эти похолодания, когда идет нулевая температура, минус 2, когда образовывается наледь. Вот в этот момент мы включаем подогрев обязательно. Сейчас же, если начать расчищать брусчатку, докопаться, как говорится, до нее, то здесь, вот подойди, пожалуйста, поближе покажи, прям вживую покажи, здесь нету той самой наледи. Соответственно, если сейчас расчистить полностью снег, то здесь все будет идеально. Потом уже там, в какой-то там, день, когда будет нулевая температура, там, минус 2, так же можно включить. То есть, ключевой смысл какой? Чтобы ты просто-напросто не упал. Вот это вот ключевой смысл. Соответственно, тот же самый подогрев неплохо было бы иметь там, где стоят автомобили. На сегодняшний день, когда мы снимаем выпуск, это пятница, ровно 6 лет, как мы заехали в этот дом. 6 лет назад мы сюда заносим наши вещички и в предвкушение новогоднего чуда, что вот Новый год в своем доме для меня, для моих родителей, это была большая мечта, вот именно для них жить на постоянке в доме. Вот 6 лет произошло, прошло, и мы, собственно, всем довольны. Все, что мы делали за это время, вот я вам показывал, там, брусчатку мы добротно сделали, отмостки мы сделали, ничего не развалилось. Есть местами незначительные косячки этой серии, ну вот мастер местами был рукожоп, но это не так, что оно прям все сыпется, пожалели, надо переделывать. Вот, да, поменяем с собой местами, слази, а ты прям по-живому, слази. Вот, пандус, до которого, как говорится, никак не дойдут руки, но надо, чтобы дошли, вот, смотрите, прикол, да, садишься, ко мне все, давай, на фотографию, на общую, быстро, ребята, Назар, Лейла, все, вот, как вот специально, знаешь, вот камеру сейчас выключи, сейчас тут же оплепят, как вот камеры, такие они вроде бы, они делами своими занимаются, смысл в следующем, вот с ней, в силу того, что нету подогрева, вот это вот опасный момент, но это такие житейские моменты, которые поначалу, когда заезжаешь, так сделаем, немножко постоит, а потом переделаем, вот 6 лет прошло, так руки не дошли, поэтому, просто вам совет, когда вы что-то делаете, если у вас есть такая возможность, делайте сразу хорошо, вот это откладывать на потом, как правило, вот к чему это все дело приводит, далее, участок у нас порядка 15 соток, пойдем за мной, пойдем, и соответственно, расчищать все это дело, по выходным дням, ну, удовольствие, такое хорошее, позитивное, скажем так, но, в силу того, что у нас есть псы, собачки, мы наш участок не загромождаем никакими рассадами, насадями, деревьями, был тоже такой вопрос, часто, почему у вас нет деревьев на участке, как это так, жить за городом, и нет деревьев на участке, вот когда вы поживете за городом, с деревьями на участке, вы поймете, что когда дерево стоит возле вашего дома, от него может падать тень, в осенний-весенний период, это может образовываться на стенах, влажность, прошел дождь, листья, ветки бьют по стене, по крыше, это слышно, все это забивается, этим нужно постоянно, постоянно ухаживать, напомню, что у нас есть отдельная зона, которую мы как раз и сделали, как зеленая, та самая зона, куда можно прийти, сесть, попить чай, и там красота, там классно, там все под контролем, там цветочки, деревья, насаждения, вот зеленая зона есть, да и в целом, в округе, просто, ну, с камеры тяжело передать, реальную картину, что происходит, потому что, ну, по камере вы смотрите, тем более сейчас все белое и белое, но нам этого хватает, а деревья, если бы они были нужны, друзья, ну, вы поймите, в современном мире сегодня, это вот так вот, просто выбирай, какое ты дерево хочешь, тебе пересадят, привезут сюда все, что угодно, значит, сейчас мы с вами отправляемся на задний двор, где у меня для вас, как раз и приготовлена та самая изюминка, шесть лет, что мы проживаем в доме, у нас, в принципе, не ломалось ничего, один раз, если не ошибаюсь, была какая-то проблема с котлом, какая-то там запчасть полетела, в доме нет ни одной батареи, весь дом покрыт технологией теплый пол, ни одной батареи нету, очень часто спрашивали, да этого же не хватит, этого же не хватит, в доме будет холодно, по факту, уже были зимы и минус, там, 30 опускалось температуру, минус 25, минус 20, вот буквально там, на прошлой неделе все это было, все, кто приезжают в гости, заходят зимой, все отмечают, что комфортно, ни жарко, ни холодно, опять же, те, кто любят потеплей, на кнопочку понатыкал, все, у тебя дома будет тепло, поэтому бояться того, что под окном нету привычного радиатора, не стоит точно, тем более, вот, да, здесь жирный плюс своего дома, в чем заключается, вот мы сейчас находимся, город Кашира, читал новости, что у нас здесь какие-то проблемы были с отоплением, то есть у людей, кто живет в квартирах, без конца, что-то там лопаются трубы, тепло не доходит, то есть дома холодно, воды горячей нету, все, вот, в том плане, да, когда ты живешь в небольшом городе, в черте города, в своем частном доме, ты ни от кого не зависишь, у нас здесь есть центральная канализация, свое отопление, все, как бы, включил, дом тепло, опять же, у нас, да, там некоторые говорят, типа, ой, какие у вас тут дома дорогие, это, друзья, поверьте, у нас это далеко не дорогие дома, мы уже покатались по районам, посмотрели, какие бывают дома, здесь поблизости, вот дома есть, где отопление, где-то вообще печное, вот мне всегда интересно, да, прийти в гости к людям, подснять, вот просто, как происходит быт, конец 2023 года, послушай, что рассказывают, потому что, вот я знаю, что здесь люди уходят, набирают, воду ведрами несут, то есть, воды дома нету, раз, отопление, печка, дрова, угли, два, из коммуникации, получается только, электричество, туалет, я так подозреваю, на улице, плюс, может быть, дома какой-то био стоит, не знаю, там, на зимнее, холодное время, интересно просто, в целом, снять пообщаться, ну, и казалось бы, да, таких людей по стороне, огромное количество, казалось бы, но по факту, как правило, в комментариях пишут, ты сними туда, ты вот это сними, я вот без конца вам говорю, давайте, вот моя почта на экране, все те, кто хотят принять участие, в роликах, вот жизненный, добрый контент, по-живому рассказать, как что происходит, где вы, где вы, я здесь, я готов, а вы почему-то нет, но давать советы, я знаю, я знаю, себя легко, так, значит, смотрите, у меня бластер, да, оба, как думать, для чего, для того, чтобы спускаться в подземелье, пойдемте, вот, буквально 4 дня назад, здесь снега вообще не было, ну, в смысле, был расчищен, сыпет и сыпет, сыпет и сыпет, таким образом, мы с вами выходим на задний двор, вот здесь, конечно, было бы круто вам попытаться передать картину своими глазами, не с камеры, то есть, какой вид будет открываться, вот, отсюда, но, к сожалению, такой возможности нету, так как, подчеркиваю, зима, это тут еще надо, постараться все подснять, так, чтобы было красиво, так, ну что, вот смотрите, вот давайте так, я люблю делать, я сразу сказал уже по-живому, ну, я так люблю, туалет поставили сзади, я вам сейчас все буду показывать, похоже? похоже, но это не туалет, далее, смотри, сколько снега, ты глянь, вот мы сейчас спускаемся, ну, ты не спускайся, ты просто поснимай, вот казалось бы, вот фундамент кончается где-то здесь, он мне по пояс зафиксировали, это очень интересно будет, по пояс, метр двадцать, плюс-минус, он выступает от земли, ну, давайте сейчас мы расчистим, и попробуем туда забраться, опа, потому что, что хочется в своем доме всегда иметь, баньку же, правильно? вот я, например, в баню постоянно хожу, регулярно, я приехал с отпуска первым делом, на следующий день сразу в баню, хожу, в городские, в общественные, очень нравится, жирный плюс какой, да, вот многие со мной согласятся, ты пришел, напарился, все дела свои сделал, отдохнул, собрался и уехал, мыть баню не надо, топить баню не надо, следить за ней не надо, веники нарывать не надо, ничего не надо, копеечку положил, воспользовался, ушел, но здесь, например, в округе, где мы живем в Кашире, здесь нормальных общественных бань, в принципе, нету, здесь есть баня, как бы из серии бар, ты приходишь в баню, тире в бар, такие, конечно, есть и по Москве, но, смысл не в этом, мне кажется, нет, что сейчас будет дальше, выйди сюда, давай сейчас, прежде чем заходить, покажем, то есть, вот эта конструкция, общая площадь, у нее порядка будет 50 квадратных метров, я в дальнейшем хочу еще сделать эксплуатируемую крышу, крышу, кровлю, потому что это пока цоколь, это пол, достраиваем, и еще выше, ты будешь сидеть, иди сюда, я вот этот дом, вот этот дом, я вообще, родители проживут, я проживу, я его, по крайней мере, как сейчас, даже мысли нету продавать, здесь я буду встречать свою старость, вот серьезно, по крайней мере, я на это рассчитываю, надеюсь, сегодня, все может жизнью поменяться, но я бы хотел бы, старость встречать здесь, почему, рядом овраги, то есть высотные дома, никакие не вырастут, это первое, вид шикарный, открывается, зима, весна, лето, всегда красиво, там дальше речка, куплю себе, ниву, трехдверку, или квадроцикл, ну скорее всего, квадроцикл, и буду вот, на нем ездить туда, на рыбалку, лодку возьму, и в дальнейшем, ну там, кто знает, кто знает, в дальнейшем, возможно, мы с вами, живой контент на рыбалочку, вот я смотрю некоторые ролики на ютюбе, мужики просто кайфуют, вот когда бы они еще могли об этом узнать, что можно жить в удовольствии, вот он работал там на заводе, пахал за 20 тысяч, а тут он просто, в какой-то день, как говорится, ну ебало все, он взял с собой удочку, топорик, ушел в лес, три дня там кайфовал, рыбу ловил, уху варил, шашлычки себе жарил, вот из того, что поймал, там какого-то, тут ставят ловушки, зайцев ловят, жил, кайфовал, на камеру наснимал, у него миллионные просмотры, приходят естественно рекламодатели, все хотят, ты сходи с нашим рюкзаком, возьми нашу палатку, там что угодно, и люди получается живут удовольствием, плохо это или как, комментарии читаешь, все довольны, про комментарии кстати, про некоторые из вас, мы поговорим, но максимально кратко, просто меня некоторые из комментаторов просили сделать об этом акцент, об этом я еще поговорю, таким образом, красотища, вот тепличка, подойди ближе, вот видно, тепличка стоит, и рядом с тепличкой деревца, как раз одно из деревьев, которое должно быть, значит что мы делаем, ну здесь да друзья, я уже в начале там поговорил, что вот тут у нас зеленая зона, в нее мы еще сходим, сходим для того, чтобы ощутиться, перенестись в настоящую русскую зиму, значит, теперь начинается интересно, ты включай сейчас на широкий угол, и пошли, готово, давай, Мария, аккуратно, но я тебе буду помогать, оператор, моя жена, как минимум, ставьте лайк, потому что она старается, снимать интерес, значит, заходим сюда, здесь у нас первым делом, вот такая вот история, дядя Дима любит вас удивлять, я люблю так, чтобы было интересно, чтобы было что показать, вы наверное подумали, ой, ну что он там, какой-то, поставили они какую-то халабуду, из серии лопаты хранить, иди сюда, подходи ближе, так, давай, я пошел, ты меня пока снимай, а я, когда спущусь, ты уже туда спрыгнешь, так, для понимания, для понимания, в дальнейшем, вот здесь будет стоять лифт, гидравлический, то есть, ты заходишь сюда, нажимаешь на кнопку, и он опускается вниз, лифт будет рассчитан на троих человек, вот мне кажется, или действительно получается, домашний уютный выпуск, который будет интересно посмотреть, не только тем, кто живет в своем доме, но как-то вот по-свойски заходит, значит, пользуясь случаем, ребята, те, у кого подобные лифты есть, вот вдумайтесь, проблема найти лифт, особенно проблема сегодня, найти физически какую-нибудь магазинку, а ты можешь приехать, посмотреть, как это выглядит, полным-полно домов по России, ну, для погреба еще что-то, ну, нужно, метр на метр двадцать, если вдруг у кого-то из вас, он стоит в Москве, Московской области, либо вы ими занимаетесь, напишите, пожалуйста, на почту, также, пользуясь случаем, всех вас приглашаю подписаться в телегу канала, туда я стараюсь выкладывать жизненное наблюдение, также домашнее, например, вернулись в Москву, у нас здесь проблема, двор не расчищен, люди всю неделю жаловались, мы из дома выехать не можем, из двора выехать не можем, а всю неделю висело объявление, уберите в субботу машины, будем чистить двор, хрен, машины не убраны, машины стоят, двор расчистить не могут, зафиксировал ДТП, на М4 возвращался, жалко, конечно, ни хера себе морду, смотри, как разбил его, бочину другому продрал, еще одну морду разбил, кто, вот, туге, вот, пацаны, ай-яй-яй, смотрите, вот вам тугела, китаец, что она из себя представляет, туда выкладываю подборки с машинами, впереди конец года, будут вылетать какие-то выгодные предложения, все там есть, и, опять же, реклама, ну, 2-4 раза в месяц, что-то рекламное публикую, прямо с пометкой, поэтому все в открытую, ссылочка ждет вас в описании, в первом закрепленном комментарии, далее я вам покажу еще и визуал, как и что мы планируем построить над, а сперва мы спустимся под, снимай, как я это, может, я сейчас кувыркнусь туда, это же тоже интересно будет, опа, опа, нахуй, слышали, как я сейчас немножко матернулся, этим, какого, так, шепотом, так, ну, давай, нажимай стоп, передавай камеру, или, да, прям, по живому камеру, передай мне, ну, это, давай, опачки, вот, видите, пацаны, вот, мне тоже, на самом деле, интересно было, попробовать такие вещи, как, куда-нибудь слазить, на заброшку, что, нет, она умная очень, человек быстрее не заметит, а пес заметит, так, друзья, мы с вами спускаемся в погреб, обратите внимание на высоту потолков, три метра, сделали мы его буквально вот осенью этого года, первое помещение будет предусмотрено под хранение продуктов, второе помещение тоже предусмотрено будет под хранение продуктов, в дальнейшем мы его задекорируем красиво, то есть расставим различные полки, то есть смысл плечо какой, натуральные продукты, картофель, морковка, и прочее, 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 закупаются от наших российских фермеров, разом, в большом объеме, ну, например, на семью, там, на весь год, чтобы хватило, привозится сюда, все это дело раскладывается, здесь посередине будет стоять большой стол, хорошая люстра, то есть вы должны понимать, что это сейчас здесь темно, потом в дальнейшем здесь, естественно, будет света достаточно, и таким образом ты спустился сюда вниз, продуктов собрал, в магазин тебе ездить не нужно, за счет того, что ты разом закупаешься продуктами, ты экономишь, то есть на перспективу, если посчитать год, второй, третий, четвертый, пятый, там, и так далее, это все экономит денег, ну, во-вторых, вот, шикарное место, это цоколь, подходим сюда, обратно, здесь у нас уже выведены, подготовлены коммуникации под канализацию, само собой, здесь же внутри будет стоять раковина, здесь сейчас уже коммуникации подведены для бани, напомню, да, у нас канализация центральная, в общем, все, что нужно для существования комфортного, здесь будет, сделано все грамотно, гидроизоляция и прочее, прочее, все сделали хорошо, в дальнейшем, когда мы уже закончим, все полностью, я вам, естественно, все прям по цифраму скажу, что, сколько стоило, что, сколько времени занимало, потому что вот этот этап мы делали, скажем так, не спеша, по мере поступления, вырыли сначала яму, потом подготовили фундамент, дальше все, залили, положили, сделали, ну, в общем, что тут пересказывать, здесь как бы пока вот такое помещение, но сам смысл, вот, батя уже сейчас затащил даже буржуечку, с мыслью, что если что, тут можно будет протопить, не знаю для чего, но сам, еще ключевой момент, что здесь сейчас температура, вот, не соврать бы, я вам выведу ее на экран, потому что здесь есть отдельный термометр, где-то заведен, то есть он за ней следит, но смысл, вот как вам, вот это вот мы называем подход человеческий, да, площадь там не 100 квадратов, вы понимаете, что это основание для бани, не 150, не так много, но высота потолков, ты сюда спускаешься на лифт, так вот корягчиться по лестнице не нужно будет, красота, все, пошел из дома, вышел, пришел, продуктов всех необходимых набрал, по факту в магазин ты можешь ездить только, ну, за продуктами первой необходимости, типа хлеба, там, я не знаю, ну, и что-то еще, подкупить такого свежего, а все остальное продовольствие, вот, разом заехал, купил, сложил, что скажете, а, как вам такая идея? Добавлю для тех, кто вдруг забыл или недавно подписался на канал, что у нас есть и свое хозяйство, в частности, птица, мама последние несколько лет завела птиц, и вся семья довольна, вот, после домашней птицы, домашнего борща на петухе, вот, казалось бы, простые вещи, борщ, кого можно им удивить, но то, что он сделан на натуральных продуктах, в частности, на птице, это, словами не передать, я магазинную еду, вот, магазинную птицу не покупаю, вот, мы приехали домой, да, как вы думаете, что мы с собой привезли в багажничке, закрутки и так далее, птичка, та же самая, приехала, что вы сейчас в магазине можете купить, действительно натурального, действительно настоящего, ну, все же кольнули, кольнули, чтоб не болел, вот это, это все, написано, без ГМО, без того, без сего, ну, я думаю, здесь продолжать нет смысла, сам вырастил, твое проверенное съел, то же самое вот с мясом, потому что, есть у нас знакомые, которые коровку выращивают, еще что-то натуральное, поэтому, друзья, здесь продолжать не буду, каждому из вас все понятно, удивил, хоть немножко, или опять скажешь, все хрень, все не так, вот, кстати, давайте пока вылазью, поговорим о комментариях, очень часто, сейчас на канале, бывают люди отмечают так, что появилось очень много таких токсичных зрителей, которые вечно всем недовольны, постоянно хейтят героев выпуска, вечно кому-то придираются, вот, например, смотрите, была у нас одна из героинь выпуска, Наталья, очень часто про нее спрашивают, как там дела у Натальи, та самая женщина, которая первый раз, когда она принимала участие, у нее были дикие проблемы, у нее хотели отнять квартиру, ее могли выселить на улицу с детьми, и тогда, когда вот она жаловалась, что у нее плохо, помогите, подскажите, в итоге, в первом выпуске, ой, сострадание, мы тебя так понимаем, далее, она разруливает свои вопросы, закрывает вопрос, свой жилищный, начинает строить дом, снимает на время квартиру, и то есть, из негативной точки, начинает идти в позитивную, и тут же, как это, ты разрулила все вопросы, значит, это постанова, ааа, понятно, да, и начинает ее высмеивать, без конца пишут каждый раз, как там дела у Натальи, у нее сегодня дела вот так, вот серьезно, если показать, снять там четвертую серию про нее, что у них с домом получилось, ну, многие вот, кто завистливый, они офигеют, у них бомбанет, те, кто позитивный, они поддержат, но, человек такая сущность, что он всегда замечает больше негатива, я вам приведу простую математику, ролик выходит, набирает там 100 тысяч просмотров, из них, комментариев одна тысяча, из этой одной тысячи комментариев, это один процент получается, из этой тысячи, половина, например, там негативные комментарии, что уделяет внимание этому 0,5 процента, кому он нужен, те, кто вечно недоволен, ты им что не говори, я уже это проходил, я это из года в год, хотел как-то все прокомментировать, разобрать, я понял одно, пишите, что хотите, те, кто хотят принять участие в выпуске, если вдруг вас волнует, что вам напишут, что вы дурак в комментариях, ну, тогда не пишите, не принимайте участие в выпуске, у одних, одна история, у других, другая, многим, многие не верят, что можно зарабатывать свыше 150 тысяч рублей, если ты зарабатываешь свыше 150 тысяч, допустим, ты сейчас смотришь, у тебя там доход 300 тысяч рублей, многие люди не поверят, они подумают, что ты в любом случае где-то что-то врешь, там, подворовываешь, еще что-то, нереально, честный равно бедный, только так, поэтому, друзья, я лично вас на своем даже примере, когда вы там, возможно, почитываете, у меня комментарии, когда где-то кого-то хотят, меня хотят, вот, учитесь, не обращать внимания, двигайтесь вперед к вашей цели, и помните, что даже в вашем окружении, вот ваши реальные друзья, знакомые, товарищи, коллеги по работе, наверняка за вашей спиной, вам, классному парню, или классной девушке, накидывают пару ласковых, какой вы хороший человек, поэтому здесь мы вопрос, с этим вот негативом, закрываем, и двигаемся дальше, значит, дальше мы переходим к позитиву, как это все будет выглядеть, ну, давайте я вам выведу пару рендеров на экран, и их прокомментирую, а вы уже дадите обратную связь, подскажете, что классно, что действительно будет комфортно, удобно, что плохо, где замечена ошибка, потому что многие из вас, на самом деле, действительно дают полезные, толковые комментарии, в первую очередь, внешний вид, изначально я думал сделать эту баню, в стиле с домом, то есть обложить точно так же кирпичом, но мне ребята говорят, ну, зачем, пусть это будет отдельное строение, оно на уровне с домом идет, то есть не будет никакого перепада по грунту, но вот, картина такая, далее, у нас будет сделана дополнительная терраса, то есть она будет возвышаться над землей, по траве зеленой бегают собаки, ты сидишь на террасе, соответственно, они туда прийти не могут, так как вы прекрасно понимаете, что собаки любят прийти, поцеловаться, обняться, то есть это продумано, чтобы они к нам не проходили, это второе, далее, что мне нравится, обратите внимание, кровля, я думаю, ну, а почему бы нам не сделать эксплуатируемую кровлю, когда я езжу куда-либо за границу, я всегда восхищаюсь тому, что в летнее время везде можно выйти на крышу, посидеть, отдохнуть, вот, пожалуйста, можно сделать, она, как правило, выходит дороже, она чуть капризнее в обслуживании, особенно в зимнее время, но практика показывает, что люди делают, и проблем с этим не испытывают, самое главное, сделать ее изначально хорошо, таким образом, вот, небольшое помещение, давайте зайдем в него внутрь, вот такая планировочка, нас сперва будет встречать тамбур, с левой стороны идут раздевалки, повесил вещи, с правой стороны тот самый лифт, на который можно спуститься, если тебе нужно непосредственно в погреб, а уже дальше ты проходишь, так называемую комнату отдыха, два кресла, столик журнальный, телевизор висит, с правой стороны, обратите внимание, будет камин, то есть, находясь в комнате отдыха, ты можешь сеть и слушать, как журчат дровишки, далее идет большой стол, на всю семью, за которой можно сесть, покушать, кухня, само собой, чтобы в дом не бегать, следующий вход у нас, санузел, купель, баня и купель, для меня это обязательно, ведерочка, помывочная, душ, ну и заходим, собственно в парную, парная рассчитана на четверых человек, то есть, у нас в принципе не бывает такого, чтобы у нас там приехали гости, мы повелись, их в баню, у нас собралось 10 человек, да даже если это и произойдет, то можно попариться по очереди, а вот строить баню на 100 квадратов, смысл ли о том, что раз в год к тебе кто-то приедет, мы от этой идеи ушли, ну и с обратной стороны, как вы видите, для летнего периода времени, будет лестница, для того, чтобы можно было выйти на ту самую эксплуатируемую кровлю, а что на ней делать, лежак или еще что-то, это вот нужно подумать, и так сказать, обсудить с вами в комментариях. Начнем уже активную стройку, подготовку, тоже сделаем, может быть, как первую серию, серии, может что-то принять участие из вас захочет, может что-то скажет, вот это неправильно, то не нужно, даже вот сейчас, когда смотрите на картинки, если считаете, что где-то по расстановке не так, ну пишите на почту, именно те, кто разбирается, кто работает в этом направлении, давайте полезные советы, потому что вот живой пример, ну давай поменяемся с тобой, да, ладно, вот эта баня, я как раз про нее говорил, соседскую, что она чуть не сгорела, кстати, с точки зрения разрешения, специально сделали так, что, как говорится, комар носа не поточит, расстояние от бани до бани, ровно то, которое соответствует пожарным нормам, и так далее, то есть, что строить здесь можно, тем более у нас баня из камня, короче, этот вопрос консультировал специально, чтобы это можно было сделать, у соседей здесь, дом из камня, дача баня из камня, прикладки камня, вот кирпича, как-то там они сделали неправильно, соответственно, когда протапливаешь печку, металл нагревается, и вот постепенно, постепенно, постепенно появилась маленькая щель, вот эта маленькая щель, вдумайтесь, маленькая щелочка, дала эффект такой, что они как-то раз ушли отдыхать, все, там баня остывает, поддувало, поддувало, он пошел, как чуть-чуть сработало, проверить, а там уже все, вот черное появляется, вот он начинает гореть, из-за того, что просто технологически сделали неправильно, не предусмотрели вот этот момент, а это очень страшно, это очень важно, поэтому я говорю, советчиков может быть огромное количество, надо так, надо вот так, и так до бесконечности, сколько вот человек строит, да, ну кто строительством занимается, меня, думаю, прекрасно поймут. Моя личная рекомендация для любого бизнесмена подключиться к телефонии ЮИС, ведь данный сервис позволит полностью контролировать ваш бизнес через интернет, записи разговоров помогут вашему менеджеру вспомнить, о чем был разговор, для того, чтобы подготовиться к следующему контакту, а руководитель всегда сможет узнать, почему сделка не состоялась. Онлайн-мониторинг покажет ситуацию в компании в целом и по каждому сотруднику отдельно, что поможет прозрачно, быстро и качественно оптимизировать работу вашего бизнеса. И это только малая часть возможностей. По сути, вы просто меняете оператора связи, при этом получаете огромный функционал. Вы можете перейти к ЮИС, как со своим номером, так и приобрести новый, будь то мобильный, региональный или федеральный. 8 800. При звонке вашего клиента будет встречать голосовое приветствие, а многоканальное меню поможет распределить звонки на нужных операторов. И вам больше не понадобится иметь кучу номеров на сайте. На одном едином номере сможет работать неограниченное количество человек без привязки к офису. И когда-то все это стоило огромных денег. Но облачные технологии делают данные функции доступными даже самому малому бизнесу. И не зря у ЮИС самая высокая оценка на Яндексе в сегменте. Получите личную консультацию от специалиста ЮИС по ссылке в описании или по QR-коду, который вы видите на экране. По ним же вы получите 1000 рублей на бонусный счет для теста данной платформы. Пользуйтесь на здоровье. А так смысл... Ух ты! Ох! Просто попал прям в палец большой себе лопатой. Отвлекся на камеру не более того. Смысл будет заключаться в том, что вот здесь она кончается у нас. О! Видишь как снег насыпал? Можно было уже и упасть. Дальше думаю сделать небольшую терраску небольшую, чтобы летом можно было на нее выходить. то есть смысл. Стекление панорамное открываешь летом ты выходишь садишься собаки бегают внизу потому что собак в свободе мы никак не ограничиваем. Это их территория они за нее отвечают люди в курсе. Таким образом ты сидишь наслаждаешься летом здесь зелень красиво ну в общем что еще нужно как говорится отдыхайте тоже надо уметь со здоровьем потому что баня полезна баня нужна не только для того чтобы париться здесь мы сделаем внутрь будет печка в обратную сторону камин дровишки кинулся и семьей собрался почему нет зимой красотища подсветка по периметру есть можно включить и вот та самая картина когда знаешь ты сидишь хруст треск дров снег идет за окном тишина никто тебе мозги не делает ты отдыхаешь семьей что еще нужно ну пойдемте вон сходим на зеленую терраску я вам покажу как она выглядит зимой я погнал короче вот все как в жизни собрал ты друзей такой пойдемте я вам покажу как у нас прикольно приходишь а мы обычно ключ оставляем здесь а в силу того что мороза и налей он подмерз и вот сейчас нужно сбегать взять вдшки побрызгать подергать его только после этого мы сможем с вами попасть но делать я этого конечно же не буду поэтому здесь у нас классно здесь у нас хорошо здесь мы отдыхаем ну и серьезно летом надо смотреть там же зимой как правило мы сюда не приходим так бывает иногда я прихожу туда наконец постоять ну где вот площадка у нас чайку попить вдаль посмотреть и все но чаще всего время мы здесь проводим летом как раз все закрыто чтобы собаки не могли сюда пройти потому что здесь у нас много чего растет и огурчики помидорчики и прочее прочее это можно до бесконечности перечислять конечно было много вопросов мол чего вы там газон не постелите почему вы не выравниваете ландшафт участка ну все впереди люди мы не богаты как вот некоторые думают то что миллионы миллиарды там ну миллиарды конечно не думают но сам смысл в том что опять же собаки еще бегают и как бы мы любим собак родители очень сильно любят и жертвовать собаками ради какого-то газона это попозже они сейчас просто подрастут и у них уже потом уйдет вот эта история желание что-то рыть копать и собственно все потому что пока вот мелкий это который Потапка ну мелкий он в кавычках да по сравнению со всеми остальными у него есть желание рыть там драть и так далее вот я сейчас вам даже покажу это на живом примере это их вольер приходят спать когда сильно холодно либо вот ветер снег идет бесконечно они прямо сюда приходят а здесь ну сейчас вот через камеру понятное дело не передать запах сена ну приятно находиться вот диванчик и он этот диванчик естественно разобрал это сделал я уверен что Потапка то есть значит знаете это искал бриллианты как в 12 стульев вот думал что найдет но ничего не нашел казалось большая собака но все равно ребенок потому что вот бутылка лежит для чего мы туда кидаем пару конфет закрываем ее то есть получается такая как она называется погремушка вот и он с ней носится балдеет по полной программе вот здесь дровишки все время складываем я когда собирался снимать думал сейчас возьмем дровишки порубим костерчик разведем шашлычку кинем но с другой стороны сейчас просто снег начинается может просто-напросто промокнуть камера а камера дело не дешевое поэтому рисковать этим мы не будем но мне кажется изюминку какую-то это выпуску добавляет все хочу сделать стрим живой какой-нибудь типа там а-ля новогодний дома с ответами на вопросы там разбирать что-то и сидим давайте общаемся стримчик и так далее какие-то планы ваши советы чтобы отвечать не по комментариям а вживую стандартная проблема у меня я бывает читаю какой-нибудь коммент думаю о блин вот да надо ответить чаще также бывают какие-то бывают негативные замечаю что когда доходит дело до дела я думаю ну что на это тратить время ну кому из вас охота слушать там ответы на негатив возможно кому-то охота мне нет мне больше нравится вот по позитиву что-нибудь там поснимать вот обратил внимание опять же делаю публикацию ребята кто хочет участие принимаете пишите пишет одни предприниматели одним пишет я занимаюсь кровлей вот опять вопрос откуда день про там на машину на дом вот ответ последние там 15 лет занимаюсь кровли делаю веду сайт завожу канал то есть ищет различные способы привлечения аудитории собирает клиентов делать готов поделиться как обманывают как дурят где не профессионалы думаю соответственно полезная инфа вот кто-то строит дом сам не обязательно купи у него закажи у него услугу кровли такого нету вот и послушай один говорит второй говорит третий ты информацию подсобрал проанализировал и принял решение а некоторым это слово негативе поэтому надо двигаться в сторону позитива вот в том же самом дубае были вот что мне там понравилось их подход к алкоголю очень круто ты передвигаешься по городу жилые кварталы магазины куда бы ты не пришел его просто не существует его просто не существует не как у нас едешь сетевые магазины в каждом доме везде этот пивас для вас заходишь в магазин большой там елка сделана из бутылок водки украшенная и прочая прочая история поэтому вот таким вещам надо учиться при этом тем кто хочет там как говорится бахнуть писать себе торговый центр вот нас при этом какой-нибудь ашан там или какой-то другой крупный магазин находится минус первый этаж это первый там уровень паркинга минус второй этаж второй уровень паркинга вот туда надо спуститься где-то там в конце будет какая-то черная дверь без опознавания там небольшой закуток от 50 квадратов где ты можешь купить с заветную бутылку вот это я считаю правильность у дети наш на будущее дети ходят они этого ничего не видят они растут в трезвом здоровом обществе раз та же самая дурю с этим с наркотиками ну чё у нас вредно плохо нельзя не существует именно на уровне вот что ребенок может там на площадке на детской найти вот за это я переживаю вот это вот это я считаю нужно черпать из заграничных поездок нет эти рассказы вам то что кому-то может сказать что он нам там богатую жизнь показа не богатую жизнь показ показа тот быт реалии других стран которых нужно учиться вот тут кто из вас хотел бы сделать также смотреть раз поехали у тебя закопаем балдеж пойдемте дальше значит потом перенесем вот эту историю с мангалом туда поближе к бане ну ну понятно опять же все на безопасном расстоянии просто я по этим вопросам вся заморачиваюсь вариант сделать плохо не наш вариант ну и собственно вот еще а подожди это потапка получается вот я видите вот это щеночек я почему-то думал то то что это батя потому что он здоровый вот я их со спины путаю только по лицу могу опознать потому что вот двое висят отдыхают очень классные собаки на самом деле бывают люди которые ну боятся еще целом собак и думаю то что все собаки опасны понятно что я так скажу у любого зверя какой то что то может переклинить но это точно так же как у любого человека 20 лет живет семьей с детьми хороший порядочный одни позитивные отзывы потом херак прибил всех такое же бывает бывает вот он не то не носом не тыкнул камеру смотри мне объективчик блин объектив тифчик не из дешевых таким образом друзья мы с вами обошли все свой дом это хлопоты он доставляет однозначно но в тот же момент вот сейчас если так все это дело бы расчистить хорошенечко уже на душе будет хорошо первое чистота порядок красиво второе пойти банку затопить да все она сделал готовится попарился креветочки съел квасочку попил чайку с мятой попил о уже хорошо на следующий день шашлычки что-то на мангале приготовил вот тебе пожалуйста два выходных ты их провел в удовольствие в этом плане своем доме плюс живя в квартире сидишь вот на диване ходишь по дому убираешь что делать нечего здесь в своем доме всегда есть чем заняться самое главное ключевое было бы желание у кого она есть те занимаются у кого нету ну просто следить за всем этим да это как бы может быть сегодня красивая картинка снега много такой какой-то предпраздничное может состояние это одна история но вот в живую в быту когда где-то что-то сломалось это опять же деньги ну не маленькие могут быть деньги все эти пристройки дополнительные сделать все додумать доделать это тоже ну короче все только успевать итак ребята вот такой у нас получился шикарный воскресный выпуск так скажем предновогодний но впереди у нас еще огромное количество новых выпусков все те кто хотят принять участие хотят пригласить в гости показать рассказать сделать что-нибудь интересное полезное с изюминкой с какой-то глубиной пишите почта на экране я буду только рад потому что в грядущем году планирую много куда съездить обязательно подпишитесь на телегу канала потому что они зачастую было дело публикации с призывом принять ваше участие кто прочитывают готова принимать короче ролики становятся еще интереснее не добавить не убавить вы сейчас продолжите ваш быт а я прямо сейчас займусь вот этой вот самой истории пока пока